Друзья, всем добрый день, коллеги, пациенты. Разберем, как я обещал, тему дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Разберем почему. Потому что произошел очень совершенно позитивный случай, такое странно, но не часто происходит, когда ко мне направил пациентов ортодонт. История болезни такая. Брекеты, молодая девушка, после ношения нескольких месяцев брекетов произошла окклюзия, то есть замыкание сустава с болевыми ощущениями, с болями в ухе. И сначала люди подумали, что это проблемы какие-то внутреннего, среднего уха. Ну, не важно. Значит, первое, практика очень хорошая. И почему я сейчас расскажу. Практика совместной работы ортодонтов и кинезиологов-остеопатов. Дело вот в чем. Значит, что мы делали. Значит, там поставили им капу, и произошла такая история, что с капой человек живет нормально, снимает капу, не может разговаривать, боль, стреляет в ухо, рот практически не открывается. Начали разбираться. Начали разбираться. Ну, разбирались мы, на самом деле, недолго, поскольку в процессе разговора я сразу задал вопрос, а что у вас со стопами? Почему задал такой вопрос? Потому что у человека показалось плоскостопие. Ну, за плоскую стопу, вернее, за ее форму, как раз за арку стопы, как раз отвечает мышца, которая называется задняя, задняя большеберцовая. И, как ни странно, ну, это как бы все знают, кинезиологи, а эта мышца входит в состав глубины вентральной мышечной миофасциальной цепи. Что такое миофасциальная цепь? Это группа мышц, которые выполняют единую функцию. Вентральная цепь, это так называемый каркас, на котором держатся все внутренние органы. Начинается цепь от стопы, и как раз заканчивается крыловидными мышцами, наружные внутренние крыловидные мышцы височного сустава. Значит, какие еще мышцы входят в сустав? Это, конечно, жевательные мышцы. Мы чуть попозже, когда про эмоциональный аспект будем говорить, вы поймете, что это очень интересно. Итак, в процессе тестирования выяснил, что нестабильное колено с этой же стороны, ну, оно так и должно быть, так идет цепь, спирально идет. Значит, с этой же стороны мышцы гипотоничные, задняя верцовая. Вследствие, нестабильное колено. А если нестабильное колено, это еще колатеральные медиальные связки, латеральные. Латеральные связки колена, также это наружная боковая, латеральная боковая цепь, которая также замыкается на височном суставе. Что мы делали? Мы затейпировали колено, создали его стабилизацию, назначили упражнение для стопы, но еще было, как всегда, иглоукалывание, поскольку область височного сустава соответствует каналу, меридиану, желчного пузыря. Желчный пузырь это эмоция, гнев, агрессия какая-то. Или это вэйчи, защитный чи, которая, как я люблю говорить, это как активная броня у танка. То есть это предшествующая агрессия для того, чтобы себя защитить. Такая активная защита, если вы меня поняли. Ну и так, почему я вернулся теперь к меридианам? Потому что есть такая штука новой германской медицины Хаммера, которая определяет процесс психосоматических заболеваний, их порядок развития, там все связаны со специальной природной биологической программой. Знаете, что такое с точки зрения эмоций височно-челюстной сустав? Все мы помним, знаем, когда мы на кого-то злимся, и мы говорим, злишься, аж зубами скрипишь. И у нас начинают жулаки. Жулаки такие здесь двигаются. Что такое у нас вообще рот, челюсть, исходя из того, что мы какой-то частью животные. Это та самая область, относится она к пищевой трубке, связана с чем? С пищеварением, с захватом пищи и с ее механическим перевариванием. И поэтому бруксизм, например, или стирание дентины, или окклюзия сустава, боль в области сустава, суставы связаны с двумя основными факторами. Или невозможностью что-то захватить, удержать, или с желанием кого-то укусить. Ну, вы ниже посмотрите, как это все объясняется с точки зрения Хаммера. Поэтому, помимо прочего, самая сильная мышца в организме, жевательная, массетра, она тоже имеет отношение, естественно, к этому суставу. А движение его вперед-назад, вправо-влево, это наружные внутренние крыловидные мышцы. Какую функцию еще имеет у нас нижняя челюсть, если говорить о кинезиологии, о паттерне шага? То есть, это в процессе ходьбы мы спирально ходим, да, и у нас происходит небольшое движение челюсти вправо-влево. Также это баланс, баланс нижней какой-то части тела. Если какая-то проблема внизу, то в результате происходит определенное положение смещения нижней челюсти. И мышцы, соответственно, суставы здесь участвуют. И если при этом человек постоянно, конечно, кушает, ну, это эмоционально, опять же, невозможно что-то переварить, переживать. От слова жить, переживать, пережевывать. Вот. Возможно, какая-то ситуация. Мы еще с этим не разбирались. Через две недели они, я сказал, прийти, но мы, помните, мы встречаемся обычно там раз в две недели, раз в месяц. Так вот, самые сильные мышцы жевательные, а самые слабые мышцы, поднимающие веко. Это в случае эмоциональной коррекции мы рекомендуем, чтобы, например, заснуть, расслабить нижнюю челюсть. Вот. И можно переработать какую-то ситуацию, которая, значит, которая позволит эмоцию, которая связана с замыканием, устранить. Желательно делать, конечно, все вместе. Работать с цепью, работать со суставом. Ну и так, пока мы сделали, что? Мы поработали со стабилизацией колена и с помощью магнита, определенной есть технологии, мы поработали со связками сустава. И при этом, когда пациент опирался сильно на стопу, боль усиливалась. Ну, когда усиливается боль, это значит, что мы на том месте. Она усиливается, потом уходит. Ну, это все кинезиологи знают, как с этим работать. Может быть, не все, но неважно. Так вот, резюме. Ортодонтам рекомендуется работать с кинезиологами, кинезиологами, кинезиологам с ортодонтами, поскольку они после меня поехали к доктору. Доктор им сказал так, две недели просто не снимая носим капу, делаем упражнения. Я еще назначил упражнения для восстановления двигательного паттерна нижней челюсти. Если интересно, спросите, покажу. Поэтому, внимание, височный сустав, подумайте, что вы не можете отпустить. И обязательно подумайте о плоскостопии. И если оно есть, нужно направить пациента на стельки. Не ортопедический, а форм-тотикс. Они тоже, ну, они как тренажер работают. Что было и сделано. Поэтому, всем хорошего сустава. Отпускайте. В сложной ситуации лечите стопы. Всем привет. С вами доктор Казаков.